и снова здравствуйте всем привет и так давайте в этом ролике полепим кисть руки значит с чего начать значит первый способ как сделать форму давайте посмотрим сейчас текстурку подгрузим и так подгружаем текстуру смотрим вот такая вот текстура вот такой руки делаем прозрачность побольше значит z можно отключить глаз shift z можно отключить текстуру вытягиваем какой значит это будет куб пусть будет куб edit make polymesh смотрим какая сетка сетка слишком маленькая давайте добавим дайна мэш так 98000 в принципе пойдет пока так смотрим размер сразу что у нас с размером это флур это очень большой значит будет предмет у нас такое надо будет уменьшать так давайте пока нарисуем текстурку shift z возвращаем нашу вот эту кисть руки подведем к нашему вот этому кубу даже можно сделать его побольше так это z отключаем включаем alt левая кнопка мыши вот так вот подведем и тут значит делаем уже маскированием это control рисуем более-менее так нормальненько так так плюс минус где-то что-то вылезет не проблема выдерживаем словом форму да как тут тоже заполняем control alt если у кого-то залезли можно чуть-чуть значит подрисовать убрать значит маскирование смотрим смотрим тут еще тогда заполняем проводим обводим если где-то больше сделали не беда пусть лучше будет больше чем никак чем будет не хватать так ну а тут кто как любит кто-то любит добавлять массы кто-то любит ее наоборот убирать это разные способы значит скульпта итак рука нарисована shift z ну вот где-то в таком духе да где-то если что-то залезли вот тут чуть побольше значит можно кисточку уменьшить и значит control alt shift alt по моему сейчас не control alt убираем децела тут и вот у нас получилось кисть но тут вот такой какая штука видите что здесь вот для скульпта лучше не делать такие вот значит маленькие вот эти вот прорехи лучше их побольше поставить чтобы потом у нас все это дело не слиплось потом мы это все подгоним и так есть рука к control где-то там если у вас вот есть пробелы там подкрасть и теперь назначаем control w есть у нас такая штука или значит control z можно нажать control и инвертировать маску и выдавливаем все это дело вперед даем приблизительно какая нам нужна толщина теперь control снимаем маску делаем dynamesh сетка преобразуется теперь мы это дело маскируем вот таким вот образом делаем control w теперь отключаем глаз делаем shift control левая кнопка мыши удаляем наш вот эту ненужную штукенцию и дальше заходим модифит ополаджи делаем delhidden удаляем то что мы скрыли здесь у нас какая штука так control z включил я видите значит обводку так теперь мы это дело все перекрутим видите далеко у нас рука это левая кнопка мыши перекручиваем нашу модель подставляем ее к нашей кисти и плюс минус допустим вот выравниваем если она вас так вот шатается не можете подогнать то используйте так по моему shift до shift зажаты видите она более четко значит поворачивается мы делаем мира вот не то значит мы это дело еще доводим в принципе не можем довести но пойдет как толщину как уменьшить да просто ее сужаем делаем ту толщину которая нам нужна вот получается у нас вот такая заготовка кисти и что но теперь по ней надо вот именно делать скульпт смотрим что у нас здесь происходит одна полигруппа control снимаем еще значит делаем динамеш сетка уплотняется 11000 полигонов в принципе все нам достаточно теперь можно лепить это дело тут и можно лепить скульпты с альфа 6 я вот предпочитаю лепить скульпты с альфа 6 хотя могу лепить и в the brush и в других программах ну скульпт из альфа 6 я отдыхающее леплю здесь все равно как но разные способы ну как ощущение от блендер скульпт the brush скульпт скульпт из альфа 6 скульпт GL потом допустим там еще другие программы есть для скульпта на мат этот на телефоне но какую выберите для себя в принципе скульпт из альфа 6 есть и здесь вот она вот значок активация скульпт из про мод это тот же скульпт из альфа 6 только встроенная значит в этот the brush ну как-то мне тот больше нравится с этим можно включить тоже тут под нас настроек валом ну тут они переборщили нужно было просто скульпт из альфа 6 закинуть сюда все в том варианте какой он есть но может быть там где-то что-то подсаманить и было бы все зашибись так и значит так что можно делать ну давайте скульпт из альфа 6 зайду и значит я хочу чтобы вы полюбили эту программу эту программу скульпт из альфа 6 ну конечно же the brush нет значит пока конкурентов за броши тоже все зашибись можно лепить погнали значит сохраним экспорт вот эту руку сделаем пусть будет есть и наверное сейчас полеплю там и потом чуть полепим тут и посмотрим еще какие есть варианты для как я вот этот файл сохраню если кому-то пригодится все это что будет сейчас сделано будет в группе для скачивания save as и пускай будет кисть руки так сохранить идем скульпт из альфа 6 так вот получается вот такая рука и будет печалька видите что она установлена у меня я не смогу ли ну так как в принципе да здесь я могу лепить симметрично но у меня получится что симметрии буду лепить значит с этой стороны ноготь и ноготь будет с этой стороны вот такая штука вот таким образом мы будем здесь симметрия не прокатиться если две кисти руки одну лепим одну там одну тут так ставим детализацию и значит так куда она у нас будет загибаться допустим труда и погнали значит ставим флатен что у нас тут с флатаном выглаживаем наши пальцы кстати вот в середине видите что можно здесь сразу все выводить здесь ямки и так находится но вот сетку поменять святое дело так все сетку мы поменяли уплотняем все это дело можно вылепливать один палец а потом сборку просто делать и тоже как вариант да вот видите сразу у нас тут уже мягкие вот эти пальчики сразу все мягенько тут внешний вид совсем другой тут лепить одна радость так что если вам хочется просто отдыхать скульптить добро пожаловать в эту программу вот эти бугорочки мы сейчас все поубираем кисточка прям вообще работает шикардос на соседние не залазим так вот здесь у нас палец в эту сторону будет да это будет у нас большой палец можно лепить значит смотря на свою руку можно значит подключить референс сейчас все это дело тоже подключим посмотрим шифт левая кнопка мыши значит здесь все перетаскивает значит колесико все крутит правая кнопка мыши тоже крутит управление как и везде так уплотняем значит так это у нас будут ногти тут значит запоминаем вот эти бугры все вот это вот хорошочка так вот выглаживаем все мягенько чтобы у нас не было никаких тут квадратно гнездового ничего так теперь можно поработать с помощью мов уменьшаем нашу кисточку так опа здесь кость слишком выпирает здесь у нас слишком не допирает здесь у нас получается надутость и вот еще кстати чем так выглаживаю вот эту штуку значит кисть руки вот эту выглаживаем тут тоже проходим углы сглаживаем так все хорошо все шикардос так значит вот это будет у нас внутренняя часть мы порешали то бишь я порешал да сразу рисуем кисточкой вот такую отбиваем мякоть потом здесь у нас получается тоже отбиваем вот эту мякоть что нам еще понадобится нам понадобится вот здесь вот так вот отбивка и накидываем сюда массы массу накидываем можно склеим можно без склея большую кисточку ставим и вот так просто тыкаем 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 накидываем массу здесь тоже накидываем накидываем так и вот на эту подушечку вот таким вот образом все наметили но нам нужна теперь и рука теперь мы и руку должны вот эту часть под надуть она у нас должна быть мама не горюй вот так и округляем ее платы нам значит погнали погнали не ну тут вообще не работа рай так есть такое дело теперь с помощью мог надуваем даже не мог опять же кисточку надуваем вот эту часть где-то пальцы под надуваем короче даем ей объемчик вот этой кисти руки вот так уже потом можно все это дело по уменьшить по убавить подзагнуть и поддобавить так здесь у нас накид идет тоже побольше вот этого пальца и что мы сделаем так а ну-ка платным ну это теперь подправим так так смотрим толщину руки еще придется нам добавить вот эти вот мягкие ткани здесь уже пойдет у нас на расширение вот эта штука и вы видите как она нехорошо значит здесь вот накидывается нужно поменять ее сетку чтобы она была без вот этих обводов тогда она будет нормально все добавляться наполняться так есть такое дело вот мы уже считаем рука почти готова так здесь нам понадобится какая штука давайте сверху берем флата уменьшаем кисточку так еще уменьшаем интенсивность можно поставить побольше и начинаем здесь вот так вот так что у нас тут вот такие вдавливания делать можно значит все это дело используя кисточку крис нарисовать треугольники вот так вот вот здесь можно тоже обводочку дать вот таким вот образом что у нас получается здесь у нас получается еще присутствует косточка мы ее можем накидать ну и здесь косточка вот так все это дело тут в принципе успеет это чуть поменьше кость мы ее вдавливаем так а это чуть чуть побольше и тогда вот от этой части вот от этой от косточки мы еще даем массы ну и от этой косточки тоже в принципе видите что кисть руки более-менее нормальная где-то еще вот можно тут ее до округлить вот такими движениями оп все здесь выглаживаем все смотрим так теперь рисуем ногти не давайте наверное знаете с чего начнем выберем клей выберем диаметр поменьше вот так и значит здесь интенсивность побольше смотрите что делаем добавляем вот сюда вот эти вот колесики вот сюда вот тоже колесики добавляем вот тут колесики так и значит что вот по этому хребту рисуем вот такие полосы как даже интенсивность можно еще побольше поставить вот такая тут получается шняга вот теперь от этой значит шняги все это дело идет ну тут поровней конечно ну в принципе пойдет по жилам вот такая штука это будет у нас типа кости так это не здесь идет пардонте это идет здесь вот по хребту так сейчас мы ее подкорректируем здесь у нас идет как бы вот такая стукенция которая должна быть треугольник да и мы ее вот так вот выглаживаем как бы шишка вот и как бы шишка тут вот так вот должна быть вот такой бугорок вот вот как вот это все оформляем здесь значит рисуем нашу вот эту косточку одну косточку вторую ну чисто рисунок делаем да потом чтобы все было нормально сразу намечаем значит наши ногти можно здесь чуть-чуть повдавливать ну и тут тоже теперь кризом рисуем наши вот эти ногти так можно побольше поставить тоже интенсивность так тут тоже рисуем вот эти наши ногти приблизительно потом они подкорректируются не суть вопроса так а вот здесь мне палец не нравится мы его чуть-чуть закидаем массы дисквейная вот так здесь чуть-чуть округлим чуть-чуть сделаем смертим так тут тоже смертим и в принципе что палец вот это у нас видите закривило закривило не есть гуд поправим вот таким вот образом так теперь что мы делаем значит у нас здесь тоже присутствуют вот эти шишечки только будем рисовать клеем и кисточку поменьше шишечки или впадины где-то вот через у нас на пальцах здесь вот такие впадины так где-то у нас значит шишечки рисуем одну шишку тут одну шишку где-то тут как здесь шишка тоже должна быть повыше чем вот это ненамного и одна значит пониже вот здесь вот где-то таким дугой следом у нас идут значит вот здесь шишка рисуется это чуть повыше шишка рисуется это чуть-чуть считай почти наравне с этим пальцем вот какой он называется средний указательный средний безымянный мизинец и мизинец самый у нас низко находящийся вот такая штука вот уже наметили теперь можем все это дело значит приподнять если это надо так есть такое дело округляем до конца наши вот эти подушечки пальцев вот так вот оп не ну это кисточка гладит я только из-за нее сюда и захожу что кайфую когда она начинает все это дело заглаживать так теперь у нас получается возле каждого пальца вот здесь тоже бугорок здесь у большого прям вот эта вот подушка безопасности и значит здесь у нас аж вот на краю подушка вот эта вот так все это потом выгладим теперь смотрите наверное включу сейчас epic pen так смотрим что у нас тут значит это как получается получается так побольше на среднем поставлю и так здесь у нас пальцы значит видите вот так вот должны дугой впадать вот таким вот образом здесь надо поубирать значит нам вот эти вот впадины впадины по поделать здесь у нас как бы шишки выходят и опять впадины ну здесь вот можно оставлять значит какая получается штука что маленькие с одной стороны поменьше с одной побольше так здесь у нас сейчас полоски по поделать тоже делать эти наши шишечки да ну и займемся большим пальцем тоже так здесь вот все нормально так треугольник впадина треугольник впадина и тут ямки и тут ямки полукругом и тут такая же шняга и все в принципе чё тут ничего такого нету так значит стираем и погнали значит рисовать так значит можно кризом сначала давайте кисточку побольше это вообще шикарная значит у нас как я шикарная кисть вот видите сильно тут стоит уменьшаем потом добавим как здесь у нас она повыше здесь у нас пониже так здесь у нас вообще маленькая нижняя часть так следом тут у нас перемычка линия линия и вода тут так нет высоко взял control z высоковато взял вот тут где то правильно да так и тут где то пониже так теперь у нас опять же флатом и вот сидим и вот так все это дело выглаживаем здесь у нас получается вот в принципе видите вот эта шишечка ну полоска тут какая должна быть так что их можно сильно держать тут не закруглять так здесь у нас значит мягкая ткань здесь тоже мягкая но тут то здесь у меня идет завал опа так что еще здесь у нас сильно огнято так здесь чуть под надуем и можно если где то косячок добавить значит массы так ну в принципе еще один ноготь не дорисовал значит значит здесь обводку делаем кисточку поменьше здесь там побольше вот эти вот треугольнички такие дорисовываем потому что тут еще как бы жила идет так вот здесь у нас получается можно кисточку стандарт взять через альт вот эти впадины еще по поделать так чуть-чуть выглаживаем шифтом все прошло такое назначение так выглаживаем краешек вот этот здесь все мягко должно быть округло шифтом выглаживаем и добавляем и добавляем массы так конка уже на маленькой детализации вот теперь выглаживаем так сетка когда будет у вас значит уменьшаться очень сильно то прибавить ее надо или вот здесь на детализации изменить или так варфрейм видите она не меняется какая была какая осталась а вот сейчас я прибавил детализации раз я буду проводить и она будет добавляться вот если допустим где-то резать уплотняется видите насколько именно там где я режу вот допустим раз вот здесь будет плотно здесь будет плотно а здесь будет маленькая значит интенсивность но мы чуть-чуть уберем детализацию чуть-чуть поменьше поменьше сделаем так теперь что у нас получается прибавим наверно значит полигонажем вот так вот это клавиша сабдивизии ау прибавляет а это вот редус selected уменьшает так 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 и значит что тут уже только рисовать значит сначала включаем клей намечаем вот эту кость так теперь можно значит все это делать поменьше поставить и чтобы почаще вводить тогда она красивее будет так сколько у меня там 157 тысяч полигонов ну это многовато давайте понизим так так маловато 26 пуска и чуть-чуть уменьшим детализацию здесь вот хаотично так вот делаете волнами допустим да и нормально будет где-то одну дорезали где-то одну вот можно чуть в бок увести где-то шишку добавить где-то еще сверху наплым сделать так здесь вот тоже раз так можно значит еще вот прижать где-то вот раз там верхушки допустим повыравнивать вот так вот и опять же кризом оп оп до оформляем можно еще тут до оформить до конца не надо и вот так вот волновая вот такая штука вот шишка именно мы ее выделяем значит тут тоже самое вот тут можно тоже заморочиться тут где-то сейчас мы это дело во мнем так сейчас еще ногти сделаем здесь тоже значит раз так вот таким вот образом можно сделать вот так вот вот так вот как теперь значит можно оп одну сторону не всю а вот именно чуть-чуть контур дать да вот этот пальцев потому что потом все будет сглаживаться и можно одну допустим с этой стороны выводить так раз вот другую с другой стороны здесь тоже у нас значит такие вот квадратики здесь у нас вот такая выемка овалом видите вот и здесь как вот порезы вот эти вот ну там еще в жилы есть вот ну в принципе вот этого достаточно должно быть они вообще идут здесь вот так вот мякоть здесь вот где-то впадина там мышцы это уже анатомия нам она сильно не нужна так что прям ну вот там анатомию изучать да вот эти вот более-менее так треугольничком тоже выделяем здесь тоже вот эта выемка здесь тонкая часть мы ее значит флаты нам не флаты нам а да флаты нам пардонте забываю так все это дело сделаем потоньше здесь прям тонкая впадина и вот здесь вот это вот сама вот эта часть она прям тонкая тонкая вот вот раз и тут тоже мы делаем тонкую уводим в эту сторону так то что у нас с этим пальцем Вот когда вы зайдете в скульптис альфа шестую, я думаю будете кайфовать, это не программа класс, не важно где вы лепите, везде в любой программе, для нормального скульпта достаточно 5, сколько тут получается, 1, 2, 3, 4 кисточки в принципе достаточно. Уже если вы что-то делаете, допустим, кисточки какие-то готовые уже, для кого там они идут, допустим какие-то кисточки дорезают, хорошо там еще что-то. Вот здесь вот нету резаков, печально конечно. Так, то там да, еще будут кисти у вас, ими тоже можно пользоваться, даже не можно, а нужно. Если они упрощают, то качество лучше становится, работает. Ну вот как бы вот еще вот эту вот дорисуем. Ну и все осталось нам вот эту вот штукенцию. Вот эту штукенцию значит давить в бок, это значит альт, интенсивность поменьше, лучше потихоньку давить. Потом все, значит выгодим. Так. Чуть-чуть, сильно так не надо, но просто в сторону нашей жилы создаем, значит впадину вот эту. Все выгодится, все будет хорошо. И вот здесь тоже еще. Так. Вот здесь вот тоже можно, раз так. Маленькие впадины так оставить. Чисто у костей. Там уже мякоть пошла, там уже не надо такого делать. Так, сейчас еще ногтями займемся. Так, ну в принципе, что еще? Значит, значит с этим пальцем давайте чуть-чуть так же поработаем. Значит. Добавим тут шишку. Потом здесь добавим тоже вот эту. Так, а где она тут идет? Правильно, вот тут она идет. Шишку добавляем. И значит что тут? Ну что тут мякоть? Выкручиваем, выглаживаем вот эти части. В принципе нарисовано уже и палец готов. Только мякоть, вот эту надо раз. Здесь кризом рисуем, значит, большой вот этот, значит, прорез. И вот здесь тоже. Вот так. Так, намечаем теперь ноготь. И докидываем ноготь без клея. Массу просто в середине даем. Вот так вот. Так, что у нас тут с ногтями? Так, теперь где-то можно, если побольше, чуть-чуть минаем, обходим, все это выглаживаем. Верха вот тоже, видите? Так, здесь вот чуть поменьше можно, чтобы он растекся. Так. Кризом чуть-чуть, значит, тут дорезаем. Здесь ноготь подрезаем. И какая штука, что можно вот эти еще части. Опа! Как давить. Вот таким образом. И дорисовать вот эти верха. Дорезать. Так, вот это вот немного надо чуть-чуть кверху поднять. А эту подушечку чуть-чуть уменьшить. Так, шифтом выглаживаем, чтобы это все гладкое было. Так, здесь тоже выглаживаем, вот эти подушечки тоже выглаживаем. Так, а вот здесь еще какая штука. Вот. Вот так еще можно по-нарезать волной. Так, вот эти части теперь уминаем. И шифтом выглаживаем. И шифтом выглаживаем. Еще серединку наискось проходим. Вот так. Так, теперь у нас здесь подушечку подгоним. А вот здесь добавим массы, вот на эту часть. Потом массы можно вовнутрь вот этих вот подобавлять. Значит, где у нас жилы идут. Ну, тут как бы тоже мясо, да? Ну, и в принципе, все. Теперь идет доработка, выглажка, отделка вот этих всех частей. Где-то что-то дорезаем. Вот так вот. Добавляем где-то еще вот под эти ногти. Значит, какую штуку. Вот эту преамбулу или как она там называется. Так, вот здесь что-то мне не нравится. Что-то он какой-то надутый. В принципе, пальцы разные, но не до такой степени, чтобы вот это был такое убожество. Оп. Так, вот эту часть тоже так побольше уминаем. А вообще можно вылепить один, значит, палец у нас. И потом этот палец просто тупо вставлять, там, добавлять его. Так, после выглажки и, значит, доработки, значит, где-то здесь еще можно вот эти части приподнять. Это уже визуально смотрим, что да как. Так, отчеты у меня начинают подвисать. Смотрим сетку. Понижаем. Что-то где-то я задрал, значит, да? Так, преамбулу я делал. Или как она там, по боку. Вот эту штуку, которую все хотят отрезать. Так, здесь массы прям нарабатываем, нарабатываем, формируем наш ноготь. И потом, значит, мы выглаживаем шифтом. И, в принципе, где-то подрезочку, где-то выглазку делаем. То главное, чтобы вот эти вот хорошо получились, ну, как их называют, вот эти вот мягкие, ну, пальцы сами. Чтобы были гладкие, и чтобы у них не было тут выемок сильных таких. Так, что еще можно добавить? Можно добавить толщину, значит, нашей этой кисти. Бамс. Вот, тут можно чуть-чуть... Здесь уже пошла она там на расширение. Так, вот эту часть тоже можно задрать. Эту часть тоже увеличиваем. Ну, здесь вот, да, можно ее в запястье где-то вот здесь вот нарисовать вот эти вот полоски и доработать их вот таким вот образом, да? Так, еще чуть-чуть массы, выглажку, выглажку, выглажку. Вот видите, с боковым пальцем, с большим, я почти и не работал, и ничего. В принципе, он и рабочий. Теперь, что у нас получается? Здесь вот еще тоже надрезка идет. А здесь треугольник у нас такой. Так, венерин поезд там. Давайте линию жизни добавим. Опа! Так, а здесь у нас получается линия ума. Так, здесь у нас тоже какие-то линии. и вот здесь вот. Вот так впадина. Все, здесь вот выглаживаем, здесь вот доглаживаем. Так, что у нас тут слишком большая шишка у меня получилась здесь вот. Там постарался я ее засобачить. И вы видите, что в принципе тут ничего такого сильного сложного в кисти нет. Ну, конечно, если вы будете прям детально подходить, там можно заморочиться, конечно, посидеть, чтобы все складочки были. Ну, просто если для анимации, для какого-то своего персонажа, то сильно так ничего тут сложного тоже не будет. Ну, по времени просто подольше пойдет, значит, да? Так, что еще? Так, ну, в принципе, что? Пальцы получились, все получилось. Единственное, можно посидеть на маленькой кисточке и вот это все на маленькой детализации просто сидеть и шлифовать вот так вот, чтобы она аккуратненько где-то вот одну часть придавить, где-то там оп, ткань подобрать, вмятину добавить, где-то ногти, вот ногти тоже можно посидеть, тут повыглаживать, где-то так, дорезочку, да? Так, что ты? Опа! Там выгладить, она в середине, ноготь как идет, он в середине надутый, вот в этой середине он надутый, а по-моему, вот этом как он, по краю, по краю, он как бы сейчас покажу, вот с чесаной, раз, вот так вот, оп, ну, чтобы игра света тени была, можно, видите, где-то, вот, части какие-то сделать плоские, там, хорошо так выглаженные, квадратненько, а где-то надута, ну, чтобы свет потом при анимации, да, где-то играл, вот, вот раз я вот, сейчас, невиданное, вот, в эту сторону дал уклон ровный, да, в этом паз, вот он, потом переворачиваю, и, опа, кант провожу в эту сторону, под углами, повторюсь, если кто-то смотрел, ну, как я люблю, скульптис альфа 6, то здесь, вся вот эта выглажка, вот, вся выглажка, желательно, чтобы делалось под, вот, такими большими углами, когда это все дело, смотрится, и свет и тень хорошо тут играет, так, сразу дорезаем, какие-то детали, чтобы отбой шел, вот этот, если у вас, у кого-то, значит, проблема с сеткой, ну, где-то сетка, там, плохо получается, закиньте сюда, вашу, значит, работу, зебраж, а потом, переделайте сетку здесь, и закиньте, значит, зебраж обратно, когда вы так сделаете, у вас сетка будет вообще классная, я это вот уже давно практикую, и, кстати, если будете что-то потом делать, у вас нет, не будет таких заморочек, да, ну, проблем не будет, с этой, как ее называть, с UV-разверткой, так получилось, так получилось, и все это дело, значит, можно будет, как ее сказать-то, сделать анимацию, ну, сусерик, ставить, согнуть вам, как надо, и потом закидывать уже, к своему персонажу, постоянно, то, да, то, я, ну вот теперь смотрите я вот это сохранил и мы сейчас это дело выгладим вот теперь если мы возьмем большую кисточку и все это дело мягенько выгладим вот вы видите что уже все классно вот обычная получается кисть руки которую можно в принципе скачать в интернете если заморочится это как говорю то есть и заморочится очень сильно то можно тут сидеть все это слифовывать что кисть руки будет ну вообще идеал все те сохраняем эту кисть руки тоже и заходим теперь забрать и так забрать теперь значит у нас есть вот такая кисть руки и делаем дубликат на дубликат импортируем ту которую доделывали значит какой-нибудь программе или в этой же и вы видите насколько тут все отличается значит теперь alt левая кнопка мыши давайте это все дело одну кисть оттащим это вот кисть не выглаженная и теперь делаем значит еще один дубликат и сюда значит уже импорт какая она идет кисть и стенка вторая нет это значит импорт третья она да и вот видите насколько разница вот они разные кисти срисованы это как набросок а это уже более-менее так выглажено вот тут можно еще и догладить где-то сделать помягче переходы тут поменьше сделать и и добавить вот еще что я не добавил да это вены но вены не проблема кисточку поменьше и значит как-нибудь где-то тут еще можно добавить ну и немного будет ну так наверно и теперь все это дело еще выглаживаем где-то побольше вот таким вот образом это можно кисточку чуть чуть поменьше и уже до корректировать это но тут где-то побольше сделать под накидать здесь где-то и до оформить шишечку побольше здесь где-то поменьше но такая штукенца так что можно сделать еще значит теперь какую фишку делаем добавляем все текстурку так я сразу выбрал 2 и значит вот эту да не и по моему я рисовал делаем ее прозрачный выставляем где-то и вот этой руке z отключаем по отгоняем в принципе чё все выдержано почти до так теперь ставим на раскраску и значит что это дело просто тупо красим тут еще в чем вопрос дело не в том даже как вы все это дело вылепите а дело в том как вы это все потом раскрасить если у вас модель хорошая но раскрашена она допустим непрофессионально плохо я даже ногти попал почти вот как она так вот давайте отключим то тогда будет очень плохой вид какая-то не была модель шикарная так c выбираем значит наш цвет и уменьшаем наш интенсивность и здесь уже можно доработать своими значит силами какие-то детали уже здесь можно чуть-чуть подправить где-то какая-то часть посветлее это можно тоже выбрать темные так а что у нас с ногтем значит вот этот ноготь да так ненужные пока мы отключим ненужные мы пока отключим и ноготь если нам вот так вот нужен да то можно его значит z включить нашу картинку перекрутить и где-то подобрать подогнать значит размерчик уменьшить есть ну и подкрасить да так c что у нас тут еще выбираем какой он цвет и где тут слишком темная да преобразуем в у нас нормально вот и вот выбираем наши тонны и как перемешать в их так их перемешать ку раз оббачиваем окно у нас есть еще одна сторона есть у нас вот эти подушечки которые у нас значит не покрасились и пальцы которую здесь у тоже есть эта штука да ну давайте их тоже тут подкрасим кисточку значит поменьше вот тут подушечки вот так вот все это дело закрашиваем так вот здесь свет есть только нужно убрать значит с этой стороны допустим эти ногти они тоже спроецировали в принципе все хорошо ну еще одну текстурку посмотрим да это вот вот она еще одна текстурка это здесь уже с линиями жизни да так мы чуть-чуть значит ее тут придется это с нет а кисть значит придется чуть-чуть тут значит обыграть так теперь нужно каждый палец подогнать и значит подкрасить а ну-ка если поменьше сделать так теперь z картинку можно перекрутить подогнать к нашему большому пальцу мы чуть-чуть его тут до оформить так если где-то у нас тут получается нестыковки ну тогда это опять же нужно поправлять так вот и Продолжение следует... 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 но сетка у нас осталась еще какая как а ну-ка еще чуть-чуть как чуть-чуть значит выглаживаем и все офигенная рука теперь что мы еще можем делать у нас сетка видите триангул если вот они нам нужно еще переделать сетку мы делаем публикат этой кисти теперь делаем так подождите сначала делить одну кисть удалим не пускай вот она будет разницу можно было почувствовать теперь делаем вот этой кисти дайна мэш как 11000 полигонов это мало добавляем побольше значит 163 тысячи полигонов нормально теперь значит делаем ей дубликат на верхний дубликат делаем зеремеш геометри зеремеш легейшим поменьше значит как искать полигонах сделаем поменьше сейчас все она переделается хотя бы ну 1000 полигонов на кисть даже поменьше можно но 2000 пока пойдет для объяснения да смотрим какая сетка вот такая вот сетка и теперь заходим делаем контрол д контрол д контрол д поднимаем дивайды и делаем project project all делаем да все сдублировалось и теперь смотрим видите какая у нас сетка геометрии значит если мы понизим она еще меньше станет повысим от 183 делаем за плагин юри мастер делаем вор тонком ум рэп до сетка не идеальная кстати видите здесь одна фигня там другая ну короче вот у разного пальца разная сетка на сгибе так что еще в копии паст заходим текстуры мэп делаем крит new from polypaint и получается что у нас стояла зеркалка зеркалка не есть гуд значит вверх мы удаляем забыл я ее отключить вот видите у меня эксимметрия стоит и взрывы сделал зеркально это нехорошо значит этот моделит удаляем ok так опять же делаем дубликат на верхней как на этот не стоит а стоит эксимметрию отключаем и на эту тоже эксимметрию отключаем теперь на верхней ставим опять же зеркалка поменьше а ну-ка попробуем все поменьше и сделать 1900 вот все сетка в эту сторону теперь так нормально теперь делаем опять же ctrl d ctrl d ctrl d и делаем project all да все project all сделаем нижний верхний можем отключить сетку отключаем делаем за плагины в пластом коммуны рэп за плагины копии теперь за плагин пост прицепляем нашу вот эту закрепляем нашу развертку текстуры мэп не у from polypaint делаем клон делаем текстуры делаем флип в переворачиваем для блендера и делаем экспорт в формате png чтобы у нас текстуры много не весили находим делаем эту кисть руки сохраняем пнг чтобы у нас были всякие детали то нам понадобится значитель normal map опускаем до первого дивайда заходим находим внизу normal map и жмем крит normal map клон нажимаем экспорт и знать формат png сохраняем теперь у делу как выбираем то количество дивайдов вот тут 7000 есть 31 насколько качественно вам нужно значит рука и вот тут самая низко полигонально это вот она видите детали детали которые мы вот допустим тщательно пролепливаем почему я говорю если вы делаете персонажа такого ну как простенького то услышал слишком времени тратить на какие-то детали не надо ну не будет она выглядит как будто вот вот так так сохраним давайте вот эту низко полигональную low poly del hidden и значит экспорт и 5 пойдет теперь ctrl z если вам понадобится этот файл он будет группе для скачивания вот выбирайте любую значит кисть триангулят видите триангулят как хорошо выглядеть трисы равно получше вот он дай нам из видите все равно отличается вот так по качеству а это не это подразумеваемых вот он дай нам из так вот разные сетки это хай поле этого поле это три децимейта типа вот такая сетка так а это кто у нас тут вот какая вот стуки мтд ну и внешний вид опять же видите разные если какую какой материал поставить вот более такой ну для персонажа вон как бы подходит ну а для одежды ни в каком боке так что идем теперь куда сохраняем файл сейп ас есть руки сохраняем и так теперь у нас значит блендер удаляем куб можно отключить свет камеру не импортируем сюда нашу вот эту кисть руки это значит формат об находим где папка находится кисть руки так это у нас 5 смотрим все вот она здесь установилась так семерка на рампаде давайте теперь перетянем в центр так тройка на нампаде g поднимем к верху и привяжем с это risen 3d курсора так shift а добавляем арматуру сингл бон ставим ее значит и опор дисплей инфронт заходим так пардонки выйдет мод значит теперь эту кость g уменьшаем вот сюда теперь у нас выходит как что у нас выходит тройка на нампаде и так побольше сделаем потому что одной части у нас нету доведем ее вот сюда теперь единица нампаде подравняем где-то кисти руки выведем е косточку управляшку alt p clear parent теперь стройка на нампаде выберем низкости значит е вытягиваем маленькую косточку вот до сюда где-то до середины теперь е в эту сторону косточка в эту сторону в эту сторону ну и еще раз в эту сторону и значит к большому пальцу это ctrl z вся кость выбралась от верхней только значит сюда вот так вот и на всю длину делаем сабдивайды смотрим что тут кто тут куда тут это значит тянем на линию сгиба эту тянем сюда на линию сгиба так потом подправим так тройка на нампаде и теперь значит у нас большие пальцы вот почему хорошо иметь ровную вот эту вот кисть потому что вставлять удобно значит кости но когда мы вставляем на ровную кисть кости потом у нас могут быть как чуть чуть не стыковки там да так тройка на нампаде и значит эту делим на 2 эту делим на на 2 так смотрим где у нас тут g стыки один стык второй стык здесь где-то 3 ну как то так то потом подровняем подгоним значит здесь сабдивайдим и вот эту тоже сабдивайдим эту значит g поднимаем вот повыше и эту тоже повыше как эту тоже делаем сабдивайды можно сразу поднять так это где-то пониже должна быть этой кости а это сабдивайды выбираем вверх и вот она чуть ниже вот этого вот этого пальца чуть-чуть видите так теперь сабдивайды это значит у нас на стык пошел теперь эту тоже сабдивайдим и значит здесь он мизинцы пониже вот эта штука по моему да вот она так единица нампаде и вот здесь можно все это дело выбрать и отвести чуть-чуть в бок пониже можно даже чуть-чуть где-то перекрутить под вашу руку и выбираем вот вот эту кость и на соседнюю control и и пол свет через shift левая кнопка мыши так здесь значит чтобы уклон был делаем уклоны так смотрим что да как тройка на нампаде ну в принципе все заходим выбираем кисть руки выбираем кости control и это будет white automatic widget все видите не матюкается сетка нормальная выбираем наши пальцы заходим полос мод так теперь можем выбрать вот эти вот косточки тройка на так единица нампаде сделаем р так теперь вот эти кости выбираем так вот эти тройка на нампаде единица нампаде делаем р и значит вот эти кости выбираем делаем так теперь нам понадобится вот эти косточки тоже приподнять вот так вот и опустить значит каждый палец значит один пониже второй тоже где-то пониже так вот это еще больше можно опустить так сейчас мы это все еще подгадаем подровняем ну близко не надо потому что если вы будете потом вставлять значит этот палец эту руку куда-то значит в персонажа чтобы потом у вас они не склеились так можно вот этот вот этот палец еще пониже ну вот так вот зигзагом тогда вам будет удобно вставлять кости вы будете видеть где у вас вот эти вот хребты находятся вот один хребет можно подправить будет так с этим пальцем ну большой вообще семерка на нампаде не проблема так что еще тут ну вот теперь вот эту косточку на эту делаем ctrl shift c добавим inverse cinematic и добавим настройку допустим на одну кость тогда мы можем вот раз видите вводить вот это все дело растяжку если убрать то можно вот изменять нашу вот эту кисть руки так это у нас видите не является рут костью так значит g возвращаемся назад прописываем а и о крот все у нас теперь есть кисть руки в позе вот она так заходим в объект мод и захотели мы допустим сохранить нашу вот эту кисть руки позу да заходим в модификаторы и применяем к нашей кисти вот этот значит вот эту форму рига да и теперь мы можем удалить нашу значит наши кости и у нас остается вот рука пози у нас остается вот рука пози в любой который вы сделаете так теперь можно сделать шейдер смут все это дело сгладить заходим в шейдинге шейдеры так я наверно сейчас поедите далеко не буду убегать ctrl z ctrl z ctrl z и и сохраню вот эту штуку значит файл сейф ас опять же в папку где находится эта кисть руки чтобы если вам понадобится вы могли с ней поработать сохраняем вот теперь значит можно а подождите еще control z вернем вот эти арматуру вот теперь значит файл сейф проверяем заходим в пост мод все работает нормально в обзор мод теперь значит выбираем опять же кисть руки применяем наш модификатор apply удаляем наши 9 кости все кисть руки остается в позе вы видите что она хорошо гнется косяков в принципе таких нет но единственный косяк в чем вот когда пользуетесь другими кистями рук то те кисти рук значит у нас бывают конючат вот такие никогда не конючат проблем со своими руками ну в смысле сделанными своими руками руки у нас у меня проблем не задавали никогда шейтинг давайте добавим так теперь добавим вектор normal map до normal добавим add текстура image текстур подсобачим добавляем open находим где наша папка с кистями руки находим находим normal map проверяем сколько у нас тут как она тут работает так по моему нужно normal еще перевернуть как переворачиваться normal map да выбираем вот normal map в этом списке в окошке и заходим находим вот эту функцию image flip то же самое что и в the brush нажимаем flip и вертикально теперь заходим в image и делаем save сохранение теперь мы подключаем уже перевернутую форму и смоем делаем никакие детали так еще разок тогда назад flip и вектор save и опять же применяем поменяем значит текстурку на png вот она устанавливается с bmp это весит многовато вот png поменьше вес у нее они одинаковые но только разный формат так что у нас тут ну такая штукенца оставляем где-то 900 тысяч убираем цвет non-color так что еще тут можно сделать настроить можно по мультяшному как я показывал шейдер нот значит в прошлом значит ролики да или настроить здесь вот спекуляр и разность чуть поменьше допустим вот выровнять цвет вот что прикольная рука получается спекуляр допустим чуть поменьше вот она чуть темнее красность побольше вот регулировка идет так вот эта штука в принципе sub-surface нафиг ну и все тут еще можно переделать значит добавить спекуляры диффузии там дисплейсменты это в программе ну давайте сделаем заходим в программу значит crazy bump итак программа crazy bump заходим open находим нашу текстуру так где она находится рабочий стол допустим папка у нас называется кисть руки находим крупные и находим где-то любую нашу текстурку открываем она сейчас прогоняет все это дело вот выбираем значит эту shape вдавленный выдавленный выдавленный ставим вот она уже все здесь создала дисплейсменты оклюжены спекуляры диффузии вот она вот она и сохраняем разом допустим save out текстуры вот сюда в формате png сейчас здесь шарик закрутится вот он все вот оно все заработало можно теперь отключать так теперь мы их сюда подгружаем каким образом вот сейчас здесь повыше поставлю значит делаем шфд дублируем шфд дублируем так вот эти можно нижний выбрать G опустить ниже эту поставить сюда и теперь смотрите одну вяжем к спекуляру одну вяжем крафтницу так сюда мы устанавливаем спекуляр так так а сюда мы устанавливаем по-моему окклюзин дисплейсмент так смотрим ну вот уже наши настройки так а сюда если ну вот эти нормал который делает crazy bump вот видите вроде бы он шиздец но на нем мало деталей а этот вот родной значит нормал чуть с деталями у него все нормально четко ну вот ставим допустим сюда вот родной его там нормал map вот видите проблески у него ну в принципе что норма а не видите шов у него где идет не есть хорошо а ну-ка попробуем его развернуть вот как он смотрит мы его теперь inverse flip vertical и теперь смотрим image save сюда его добавляем уже перевернутый а возможно это все нормально а ну-ка куда у нас все смотрит сейчас посмотрим так вот видите где шов идет не есть good возможно нам придется вот эти переворачивать ну так и нет вроде бы все нормально так а ну-ка это я перевернул нормал это нормал тоже перевернутая вроде бы все нормально но вот видите вот этот шов здесь хорошо а ну-ка заменим нормал map а ну-ка еще сделаем новым колор видите все равно шов идет и заменим на наш родной вот он детали у него присутствуют но видите он перевернутый так выбираем у нас родной нон-колор смысл нормал map flip vertical save и сюда подгружаем уже перевернутый вот вот они все наши детальки заработала вот такая получается значит рука так вот здесь rgb нон-колор что им рафни что не рафни что не рафни так ну такая штука да а это rgb а я на раф поставил смотрим что получилось вот такая рука у нас включим свет смотрим что она тут нам g так не эту штуку control z выбираем наш свет шфд 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 так это верхний боковой нижний значит передний верхний g верхний и этот по-моему дальний а ну-ка где-то тогда так вот этому значит переднему можно понизить на 200 ватт и подставить допустим где-то регулировать поближе вот раз чуть-чуть там по оттенку тень чтобы снимать так этот подгадываем этот подгадываем верхний а ну-ка на верхний должен быть да а это тот не должен быть это должен быть задней верхней так вот так у вас троечкой так 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 ну вот как то так 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 ну вот как то так получилось кистью все всем пока до свидания если кому-то интересно как ногу лепить напишите топу ноги тоже вылепим посмотрим как будет все это дело будет для скачивания значит в группе в ВК ссылка будет в описании под роликом все всем пока до свидания